Здравствуйте! Вы смотрите программу Диалог. Здоровье, пожалуй, то, что является самым ценным и важным для каждого из нас. Сегодня мы вновь вернемся к вопросам о его сохранности, а наш гость готов дать ценные советы и ответить на многочисленные вопросы. Александр Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, народился в 1974 году в Ветковском районе Гомельской области. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2007 году академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1997 году врачом-эпидемиологом Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии. В 2000 году возглавил коллектив этого учреждения. В 2009 году назначен главным государственным санитарным врачом Светлогорского района. А в 2012 году Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии и общественного здоровья, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Александр Александрович, здравствуйте, добрый вечер. Спасибо, что нашли в вашем плотном графике время заглянуть к нам на этот диалог. И хочется вопрос, нашу беседу, нашу встречу начать с такого вопроса. 2017 вот-вот уже заканчивается. И, наверное, как раз тот период, когда пришло время подводить итоги. С какими мыслями подходите вы как руководитель к этому периоду? Здравствуйте, Александр, уважаемые телезрители. Если говорить, с какими результатами мы подходим к окончанию 2017 года, то первое – это обеспечено санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Гомельской области. Мы отмечаем снижение заболеваемости инфекционной на 8%, в том числе по ряду инфекционных заболеваний. Мы отмечаем улучшение качества питьевой воды. В два раза снижен показатель лабораторных исследований, когда мы устанавливаем несоответствие ее по гигиеническим показателям, как по микробиологическим, так и по физико-химическим. Отмечаем также улучшение условий труда на сельхозвязательных предприятиях. Мы отмечаем, что с 85 предприятий у нас уже 66 таких объектов сельхоз, на которых не выполняется или грубо нарушается законодательство санитарно-эпидемиологическое. То есть цифра в негативной ситуации уменьшается, а то, что должно быть позитивным, наоборот, увеличивается. Совершенно верно. Вы знаете, хотелось бы сразу в начале программы еще напомнить об одном немаловажном факте, то, что Гомель в очередной раз по санитарному состоянию был признан одним из лучших городов. И что-то мне подсказывает, что тенденция эта будет сохраняться и приумножаться. Да, действительно, город Гомель занял призовое место по итогам 2016 года. Также хочу сказать, что и у нас город Рогачев, Житковичи и Туров тоже завоевали призовые места. И здесь, конечно же, большую роль сыграло то, что принципиально относится к этому и исполнительная власть, жилкоммунхоз и собственники территории населенных пунктов. Александр Александрович, это безумно приятно и почетно иметь уже, причем неоднократно, этот титул самого чистого города. Но если детализированно рассмотреть этот вопрос, что туда входит? Какими качествами должен обладать город для того, чтобы заслужить это звание? Ну, это, конечно же, если говорить банальная чистота, своевременное удаление твердых коммунальных отходов и поддержание ежедневного порядка территории. – Сколько человек работает на то, чтобы это все обеспечивать? Можете сказать? – В нашей службе? – Да. – Если говорить про нашу службу, то хочу сказать, что у нас врачей и средних медработников, которые, в принципе, контролируют и входят в обязанности контролировать санитарную очистку, и не только 300 человек по области. – Ну, это же цифра совершенно маленькая для того, чтобы обеспечить… – Ну, я думаю, достаточно. – То есть каждый человек, каждый ваш сотрудник старается и знает, что от него зависит очень-очень многое? – Совершенно верно. – Ну, в общих чертах мы обозначили тему сегодняшней программы, и как-то вот можно уже иметь представление о том, как обстоят с санитарно-гигиенической точки зрения дела в городе и в области. Вот, опять-таки, возвращаясь к итогам 2017-го, вот за этот год можно рассказать, что сделано, что внедрено, что было, например, в 2016-м только планами, а в 2017-м уже реализованным проектом? – Хочу сказать, касаясь водостомжения, особенно сельского населения, то в 2017-м году, я уже озвучил по лабораторным исследованиям улучшения показателей гиенических, благодаря тем действиям, опять же, и жилищно-коммунального хозяйства, и ведомств, увеличена кратность промывок водопроводов, что позволило, опять же, такие показатели нам наблюдать. – Мы определили ряд колодцев, это около 600 шахтных колодцев, где имеется стойкое загрязнение нитратов, проведены соответствующие работы, но, конечно же, по результатам этой работы 130 колодцев, к сожалению, но придется их тампонировать, то есть ликвидировать. – Ну, а может быть, их лучше почистить и как-то реанимировать? – Ну, те колодцы, которые можно реанимировать, они реанимированы, а те, которые уже имеют стойкое загрязнение, они, соответственно, будут ликвидироваться. К сожалению, но это так. – Давайте послушаем звонок к нашей беседе, присоединяются телезрители. Напомню, номер телефона 340043. Алло, здравствуйте, вы в эфире. – Здравствуйте. – Давайте с вами знакомиться, как вас зовут, откуда вы звоните, присоединяйтесь. – Меня зовут Ольга. – Я из Гомеля. – Слушаем вас внимательно. – У меня вопрос к Александру Александровичу. – Слышала о том, что для того, чтобы узнать о своем статусе ВИЧ, уже не обязательно идти в поликлинику и сдавать кровь, а можно в домашних условиях пройти экспресс-тестирование по слюне. Правда ли это? И насколько достоверен полученный результат? Спасибо. – Спасибо и вам за вопрос. Я думаю, не только Ольге будет интересно узнать, но и многим, кто сейчас вместе с нами в прямом эфире. – Спасибо за вопрос, Ольга. – Да, действительно, в текущем году такая возможность для населения предоставлена, как экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Если ранее надо было прийти в лечебное учреждение по месту проживания, не только, и сдать кровь, и ждать еще результат, то на сегодняшний день в аптеках города Гомеля и в области продается экспресс-тест. Стоимость его составляет около 6 рублей, и действительно он достоверен на 99%. – То есть абсолютно в анонимных условиях, в полной приватности, в домашних условиях можно сделать все необходимые манипуляции? – Совершенно верно. Мы предоставляем памятку, которую в аптеках тоже должны при покупке тест-системы предоставлять покупателю, что необходимо делать в случае, если вдруг тест окажется положительным, потому что действительно нужна будет тогда консультация уже и специалистов в этом деле. – Коль мы уже заговорили о состоянии здоровья жителей Гомеля и области, вот в общем, как вы оцениваете состояние гомельчан, жителей гомельчины на сегодняшний день? – Если сравнивать в целом по регионам республики, то хочу отметить, что Гомельская область по показателям здоровья, она находится в тройке лидеров. И отмечаются действительно… – Сразу кто вместе с нами еще в этой тройке? – Ну, конечно же, это город Минск, в первую очередь. Но мы стремимся быть вторыми, естественно. Отмечается снижение заболеваемости органов пищеварения, костно-мышечной системы, сердечно-сосудной системы. Поэтому небольшие проценты, но они есть и подтверждают тому, что показатели здоровья у населения улучшаются. – Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу. Друзья, о необходимости создания здоровой среды в Гомельской области сегодня не только говорят, но и реализуют задуманные на практике. И хотя пока такие примеры, о которых рассказывают мои коллеги, массовыми еще назвать нельзя, однако они уже есть. И это пример для остальных. Как создать здоровую среду в школе, на предприятии и даже в отдельно взятом городе? Об этом в следующем видеоматериалу. Вполне возможно, что скоро в 21-й Гомельской школе будут проводить семинары по созданию здоровой среды. Во всяком случае, здесь действительно есть, что показать и чему поучиться. Хотя часто новое – это уже полузабытое старое. Еще в 60-х годах прошлого века каждый класс был оснащен партами. Потом в погоне за не всегда продуманными нововведениями отечественная промышленность увлеклась производством столов, что сразу же сказалось на увеличении случаев сколиоза. Кроме того, в 21-й школе учли все гигиенические требования, начиная от наличия цветов на подоконниках, все они исключительно низкорослые, что способствует большей освещенности помещений. Проведены мероприятия по замене освещенности. Используется подсветка доски. Во-вторых, проведены мероприятия по оборудованию солнцезащиты, оборудованы желези, окраска стен светлых тонов, что тоже соответствует гигиеническим требованиям. Динамическая перемена тоже не изобретение 21-й гомельской школы. Однако именно здесь она используется ежедневно. Каждая может длиться до 20 минут. В течение этого времени дети выполняют под музыку различные упражнения. В этом году в школу пришла новый учитель – хореограф. Говорят, что на ее динамические перемены приходит посмотреть вся школа. В этом учреждении образования вообще уверены. Для того, чтобы дети были более здоровыми, они должны как можно больше двигаться. Они двигаются, они, конечно, бегают, но так, чтобы это безопасно было. Для этого дежурный учитель находится в коридоре. Так вот мы наблюдаем, чтобы это было безопасно. Это самое главное. Нарушение зрения и осанки – заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Многие современные дети похвастаться хорошим здоровьем явно не могут. Уже в первом классе. Только у третьих детей нет никаких отклонений. В старших классах эта цифра еще меньше. Тем более важно помочь им сохранить здоровье. С недавнего времени из ассортиментов школьных буфетов исключили целый ряд продуктов, вредных для детского организма. Другое дело, что сами школьники не всегда стремятся вести здоровый образ жизни. Кстати, наибольшей популярностью в буфете пользуется пицца. Для того, чтобы изменить вкус учащихся, в школе решили проводить кулинарные конкурсы. Нашими ребятами ежегодно проводится конкурс роликов о здоровом питании. Ролики снимаются в школе, дома, в магазинах, которые находятся рядом со школой. Снимаются на гаджеты, которые все время снимают, и телефоны, планшеты. А также могут сниматься на камеру. Ребята учат, как приготовить полезный салат или другое любое полезное блюдо. Еще более масштабный проект по созданию здоровой среды сегодня реализуется в городе Ветка. В этом году здесь открыли несколько спортивных объектов, в том числе мини-футбольное поле с искусственным покрытием и площадка для игры в пляжный волейбол. Заниматься здесь могут все желающие. Причем эта территория Ветковской детско-юношеской спортивной школы объявлена территорией здоровья. Известен как минимум один случай, когда за курение здесь ветковчане привлекались к административной ответственности. С января 2016 года в городе Ветке осуществляется проект «Город Ветка – здоровый город». Данный проект утвержден решением Ветковского районного исполнительного комитета. Он предусматривает межведомственное взаимодействие 13 ведомств. Основная цель проекта – это сохранение здоровья населения, улучшение демографической ситуации, профилактика неинфекционных заболеваний. Территория здоровья решили объявить территорию коммунального жилищного унитарного предприятия «Ветковская». В связи с чем на еще недавно пустующей территории возле головного административного здания построили теннисный корт. Готовиться к чемпионатам здесь, конечно, нельзя, но провести время с пользой для здоровья можно. В коммунальном предприятии вообще стремятся всячески поощрять стремление работников к занятию спортом. На протяжении последних пяти лет «Ветковская» – победитель областного туристического слета работников ЖКХ в своей номинации. В коллективном договоре у нас предусмотрены стимулирующие выплаты для работников, которые принимают непосредственно участие в спортивных, занимают первые места, первые, вторые, третьи места, они у нас поощряются. Знакомство со здоровой веткой завершилось в средней школе номер один. Уже несколько лет здесь действует скалодром, на котором тренируются учащиеся со всего города. Объединение по интересам туризм и спортивное скалолазание помогает направить энергию подростков в безопасном для общества направлении. При том, что сами подростки получают еще и моральное удовлетворение. Учащиеся ветковских школ – непременные участники областных и республиканских первенств и чемпионатов. Сейчас рассматривается возможность поездки на соревнования, проводимые в России и Украине. Александр Александрович, по-моему, хороший пример для подражания. Вот бы все школы взять и переделать по такому образцу, который мы только что видели. Как считаете? Да, считаю, что это правильный путь. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Друзья, наш телефон 34 00 43. Присоединяйтесь к нашей беседе, к нашему диалогу. А я хочу тем временем поприветствовать еще одного нашего телезрителя. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, проживаю в Гомельском районе. Меня волнует вопрос, часто злободневный. В осенне-зимний период резко меняется температура и погодные условия. Коммунальные службы не всегда успевают вовремя на них отреагировать. В связи с чем и возникают опасности болезней, заболеваний, простудных. Разъясните, пожалуйста, какая оптимальная температура воздуха должна быть в жилых помещениях, в детских, в школьных учреждениях. Мы как-то могли... Как-то со своей стороны тоже, я так понимаю, реагировать, потеплея, одеться или... Да, адекватно реагировать на это все. Спасибо вам большое за звонок. Действительно, я думаю, что многие задают этим вопросом. Давайте вот проинформируем всех. Есть действительно нормативы по температуре в жилых домах. В частности, в квартирах температура должна от плюс 18 до плюс 22 быть. Относительная влажность не выше 60%. И скорость ветра еще такой с нормативом 0,3 метра в секунду. Но скажу сразу, что данные нормативы не касаются жилья, где есть автономное отопление. По детским дошкольным учреждениям температура тоже нормируется. Она может быть разная. Но скажу одно, что в спальнях, где детки спят, она должна составлять плюс 22 градуса. То есть для того, чтобы поддерживать постоянно, какие-то дополнительные должны быть устройства, оборудования? Нет. Там, где энергоэффективные технологии соблюдаются, температура, в принципе, она по нормативам выдерживается. Да, конечно, бывают обращения, но это чаще всего из аварийных каких-то ситуаций. Ну, или же непринятие должных мер со стороны руководства, или же организации, которые обслуживают те или иные объекты. Ну, вот какой совет можно дать? Действительно, бывает так, что температура меняется достаточно быстро. И я прекрасно понимаю, что где-то, может, не успели изреагировать, а где-то, может быть, пока... Ну, температура меняется гораздо быстрее, чем отопительные системы, вся коммуникация, ну, также переключится на необходимый режим. Но людям-то что делать? Какой совет можно здесь дать? Ну, на временное неудобство, конечно же, теплее одеваться. По возможности, если имеется такая возможность, то дополнительные обогревательные элементы использовать. Ну, и обращаться в эксплуатирующую организацию, чтобы оперативно среагировали на возникающие проблемы. Александр Александрович, телефонные линии вы проводите достаточно часто и встречаетесь с горожанами. И вот какие вопросы на данный период чаще всего тревожат, беспокоят наших жителей, наших сограждан? Областным центром генопедемиологии ежемесячно проводится прямая линия. Номер телефона 75 56 99. Вопросы наиболее часто возникающие – это качество питьевой воды, уборка в жилых, не в жилых, а в жилых домах, помещений общего назначения. Это подъезды, подвалы. Часто возникают вопросы и по бродячим животным. Ну, в основном, если говорить, то это по жилым домам и по качеству водоснабжения. Ну, про воду мы уже рассказали за этот вечер, за этот эфир, за этот диалог более чем. Поэтому, я так понимаю, что ее можно даже без опасения и без кипячения теперь употреблять? Или я все-таки ошибаюсь? Конечно, можно, но детям рекомендуется кипятить. Осенне-зимний период. Что больше всего сейчас, кроме отопления, интересует, волнует людей? Я скажу, что это уборка дворовых территорий. В последнее время почему-то участилась, поэтому мы здесь акцентируем внимание еще раз по городским территориям. Это не касается, я скажу, что города Гомеля. Есть ряд территорий, где возникли такие ситуации. Ну, и те вопросы, которые уже были озвучены, опять же, возвращаясь к воде и по жилым домам. Хорошо, но не секрет, что осенний период, как правило, это межсезонье, это еще и время простудных заболеваний. И даже если проанализировать ситуацию нескольких лет, то каждый год она меняется, ее нельзя называть одинаковой. Вот как вы оцениваете сезон простуд, сезон кашля и чиханий в этот раз, этой осенью? Ну, заболеваемость острыми респираторными инфекциями, она имеет выраженную сезонность. Мы ежегодно отмечаем увеличение заболеваемости, или, как мы говорим, эпидсезон заболеваемости. Это февраль, март, месяц. Можно вот обозначить границу, вот с какого периода уже начинать ожидание и когда он заканчивается? Как правило, это февраль месяц. Может быть, январь, конец января, но, как правило, февраль месяц. Хочу сказать сразу, что на сегодняшний день ситуация стабильная, и если говорить о абсолютных числах, то еженедельно заболевает в области на сегодняшний день 11 тысяч, тогда как в эпидсезон заболевает еженедельно до 30 тысяч населения. Если, например, сравнивать с прошлым годом, это больше или меньше? Если сравнивать на сегодняшний день с аналогичным периодом прошлого года, то у нас отмечается тенденция к снижению на 2,3%. То есть и здесь мы входим в тройку? Да, совершенно верно. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Спасибо. Повторить вопрос? Да, слушаем вас. Повторите, пожалуйста, для нас вопрос. Хотел бы узнать, как вы считаете, изменение в законодательстве в части снижения числа проверок отразится на санитарном состоянии территории и заполеваемости населения? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, действительно вступит в силу указ президента Республики Беларусь 376, который значительно снизит административную нагрузку на субъекты хозяйствования в части проведения проверок. Но хочу сказать, что несмотря на снижение как такового в 2018 году плановых проверок, их не будет, будут другие проверки, их будет значительно меньше. Считаю, что не должно повлиять, особенно там, где руководитель, администрация или же субъект хозяйствования исполняет те требования, которые перед ним ставятся не только санитарно-педагогической службой. Ну и указ рассчитан на то, что будет повышена ответственность руководителей там, где будут выявляться нарушения, особенно если это будут грубые нарушения. Спасибо за этот ответ. 34 00 43 номер телефона прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Но с вашего позволения я бы детализировал несколько начатую тему разговора. Не первый год для того, чтобы снизить вот этот период, чтобы люди наши меньше болели, предлагается сделать прививку от гриппа. Как обстоит ситуация сегодня? Уже начался этот период по предложению вакцинации? И как активно народ воспринимает? Хочу сказать, что да, действительно, компания по вакцинации населения против гриппа сейчас в активной фазе. Она проводится ежегодно в период октябрь-ноябрь и завершится должна до 1 декабря. Я хочу сказать, что население в текущем году, это действительно так, наиболее активно идет. Особенно, вот отмечаю и город Гомель, и город Мозырь, где действительно при посещении взрослых или детских поликлиник отмечается активное обращение населения для вакцинации. Мои коллеги для нашей рубрики «Есть мнение» подготовили небольшой опрос, нужно ли делать прививку от гриппа. Именно с таким вопросом мои коллеги вышли на улицы города. Давайте посмотрим опрос, после чего вернемся и продолжим наш диалог. У меня на этот счет нет определенного мнения. Очевидно, нужно, потому что, когда он уже приходит и начинают осложнения, то начинаешь кусать локти. Думаю, что нужно. Думаю, да, однозначно, все-таки. Нужно спросить, действительно ли это здорово, безопасно. И смотреть на организм ребенка. А взрослым? Взрослым то же самое. Реация на прививку, она может быть разная. Поэтому кому-то да, кому-то нет. Вам это любой врач скажет. Гриппа никогда не делала, не знаю. Ребенку сделали один раз, когда ребенок ехал в санаторий. Все, больше никогда не делала. Считаю, что, ну, не знаю, сколько мы лет живем, и нормально. Не делала никогда. Мне не хочется, потому что я могу не заболеть гриппом, но я заболею ОРВИ различным. И какая разница, все равно болеть. Я сам не делаю прививки. Давно уже не делал. Почему не делал? Да, наверное, время не мог найти. А вообще считаю, что, ну, не зря ведь их выпускают. Я думаю, что нужно их делать. Людям. Ну, хотя, кому как помогает. Не всем ведь они идут. Кто-то делает прививку и потом болеет. Я считаю, что не надо прививка, потому что она, понимаете, у каждого человека свой организм, правильно? И он по-разному реагирует. И прививать всех под одну гребенку, я считаю, что это нельзя. Надо все-таки, чтобы у человека иммунитет был хороший. Любой укол, любое вмешательство, я считаю, что оно против организма действует. Потому что неизвестно, как организм отреагирует. Я считаю, нет. Почему? Потому что бытует мнение. Вот я, в принципе, такого же придерживаюсь. То есть прививаться, не прививаться, все равно возможность заболеть существует. Но, если прививался и заболел, более высокая вероятность осложнений. Конечно, нужно. Я уже делаю, два раза сделала, уже третий раз буду делать. Два года делала, не болела. Легко переносится грипп. Александр Александрович, ну, разделились на два лагеря мнения. Одни говорят, что не нужно, другие говорят, что, конечно, нужно. Вот третьего варианта я не услышал. Хочу сказать, что, несомненно, самый лучший метод профилактики – это вакцинация. Да, бытуют разные мнения. У каждого, конечно, согласно Конституции, мы не можем заставить. Есть и группы риска, есть и обязательно контингенты, которые имеют, опять же, наибольший риск. Но, хочу сказать, даже если и человек заболеет после прививки, болезнь переносится намного легче. И человек уже застрахован от такого заболевания, как пневмония, которая, как правило, переносится тяжело. И госпитализируется человек. И еще есть у нас и фиксируются смертельные случаи. А стоит как бы о пневмонии задуматься, что прогрессирует или есть какой-то тревожный звоночек? Но, как одно из осложнений, пневмония – это явная угроза уже и не только здоровья, но и жизни человека. Такие случаи отмечаются. Они редкие, но отмечаются особенно в педсезон. У тех, кто привит, как правило, осложнений таких нет. И в легкой степени… Я хочу сказать, что ежегодно у нас вакцинируется 40% населения. В абсолютных цифрах, опять же, это 570 тысяч в области. И, если говорить, опять же, на сегодняшний день у нас вакцинировано 22% населения. То есть, уже больше половины от того, что мы запланировали, население привито. Сколько это стоит и где сегодня можно сделать вакцинацию, если кто-то после нашего диалога, после нашей встречи, все-таки решится, да, укрепить свой организм при помощи вакцины? Привиться можно в поликлинике, опять же, по месту жительства. Платные вакцины для населения имеются, и стоимость их различная, в зависимости от фирмы и производителя, и колеблется от 7 до 16 рублей. Дети, и, как я уже говорил, обязательный контингент, и лица группы риска, имеющие хронические заболевания, они вакцинируются на бесплатной основе за счет республиканского и местного бюджетов. Как узнать, имеешь ли ты право на бесплатную вакцинацию? При обращении в поликлинику, в регистраторе вас обязательно отправят или к участковому врачу, или же к дежурному врачу, где вам, соответственно, дадут рекомендации, и будет определено, можете ли вы бесплатно вакцинироваться или нет. Вы знаете, кто-то спасается от простудных заболеваний, от сезона гриппа вакцинациями, а кто-то просто покупает билеты и улетает в теплые края. Хотя здесь тоже, если разобраться, ну, как правило, это азиатский регион, какие-то и теплые океанические берега. О чем нужно помнить жителям нашего климата, жителям нашего региона, выезжая в ту атмосферу, где элементарно меняется климат, и приходится проходить акклиматизацию? Ну, опять же, прежде всего, надо задуматься о том, какой риск есть заразиться той или иной инфекционной заболеваемостью. Туристические фирмы, они обязаны предупреждать об ситуации, которая наблюдается в той или иной стране. Это касается, прежде всего, риска, когда выезжают населения страны Африки, Южной Америки, Юго-Западной Азии. И, в первую очередь, если касается стран таких, где есть желтая лихорадка, то имеется вакцина от желтой лихорадки. И в те страны, где наблюдается данная инфекция, даже существует запрет при отсутствии вакцинации против данной инфекции. Вакцинироваться можно, к сожалению, только в городе Минске, но это возможно. И иммунитет затем будет в течение 10 лет. Вы знаете, очень часто можно услышать, вот, например, собрался в какую-то страну, в экзотическую, тут же возникает вопрос, ага, а какие же прививки туда нужно сделать? Вот, Александр Александрович, вопрос в связи с этим такой. Есть ли какой-то обязательный перечень, или даже не так, есть ли какой-то перечень прививок, которые для собственного спокойствия, собираясь в азиатские регионы, лучше сделать? Опять же, лишних прививок не надо, но если эпид, неблагополучная обстановка, как я уже сказал, допустим, против желтой лихорадки, это в основном касается, то, конечно же, вакцинироваться в обязательном порядке нужно. С целью профилактики еще такого инфекционного заболевания, как гепатит А, тоже можно сделать и нужно вакцинацию. Куда обращаться на территорию города, области? На территории области, к сожалению, нету такой возможности. Есть такая возможность только в городе Минске, поликлиника номер 19, или же детская инфекционная больница. Вы знаете, опять-таки, у нас купальный сезон закончился, на океанических берегах он продолжается, но у нас тоже есть альтернатива. Это, конечно же, многочисленные бассейны, которые, широко раскрыв двери, ждут своих посетителей. Если дать общие характеристики, общие черты, общее состояние, в каком состоянии находятся гомельские бассейны? Что случится? То есть, если переборщили с инфицирующими средствами, то уже не есть хорошо? Конечно, всему есть норма, так скажем. Или же, банально, несовременное проведение влажной уборки. А если в общем характеризовать, то все бассейны на территории Гомельской области, они находятся в удовлетворительном состоянии и способны обеспечить все потребности населения при их использовании. Если с бассейнами разобрались, спасибо большое за подробный ответ, то какие же требования к населению, которые собираются воспользоваться услугами бассейна? Раньше, помню, нужно было пройти огромное количество врачей, медосмотр, получить эту заветную справку, с которой уже отправляться в бассейн. Сейчас вроде бы как упрощена эта система. А можно рассказать в деталях и подробностях, что сегодня необходимо человеку, который собрался посещать бассейн? Ну, здесь правило элементарное. Это не забыть взять с собой купальник, средства личной гигиены и перед посещением бассейна принять душ, чему есть все условия во всех наших бассейнах. Медицинская справка, она потребуется лишь в том случае, если у человека, ну, это касается бассейна больше учреждений образования, если есть какие-то противопоказания, когда уже человеку опасно и находиться в бассейне. А как было ранее, проходить многочисленных врачей и получать медицинскую справку, это сейчас не обязательно. То есть, отправляясь в бассейн, просто достаточно взять с собой все необходимые купальные принадлежности и оплатить необходимую сумму. Совершенно верно, да. Друзья, наш номер 340043, есть еще некоторое количество времени, что мы будем находиться вместе с вами в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашей беседе, постараемся ответить на все ваши вопросы. Александр Александрович, еще такой немаловажный момент, который тоже интересует многих, это объекты торговли. Часто, достаточно, они и сейчас попадают и, скажем так, подвергаются некой критике со стороны тех людей, которые ежедневно ходят туда, то есть простых покупателей. В поле зрения ваших сотрудников, в вашей организации, насколько часто они попадают и по каким причинам? Скажу, да, не буду скрывать, что довольно часто плановые проверки, которые еще будут проводиться до начала нового года, они осуществляются ежегодно, но есть еще и такие проверки, как неплановые, мониторинг, когда мы можем зайти как покупатель и все места, которые общедоступны, в принципе, просмотреть и после этого выдать рекомендации. Да, довольно часто встречаются нарушения, прежде всего это касается условий хранения и реализации, реестрируются такие факты, как истекшие сроки годности, отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность. Но, опять же, скажу, что если сравнивать 2017-2016 годы, то количество таких нарушений, мы отмечаем, это снижается. И мы ведем профилактическую работу с субъектами торговли общепита, чтобы этих нарушений действительно было как можно меньше. А правда ли, что, скажем так, вашим внештатным сотрудником может стать любой покупатель? Что существует телефон горячей линии, где можно рассказать, ну, скажем так, о том или ином факте? Ну, нештатных сотрудников, как таковых, у нас нету, но население, если столкнулось с какими-то нарушениями санитарно-пилонического законодательства на объектах торговли, общепита и не только, да, действительно, может нам обратиться по телефону, я его уже озвучивал, еще раз озвучу, это 75 56 99, и мы уже проведем консультацию, и если будет необходимо, если человек будет готов потом в случае подтверждения данного факта участвовать при разбирательстве в суде, мы вплоть до того, что проведем внеплановую проверку данного объекта. Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие учебные заведения готовят специалистов для работы в вашей службе все-таки? А таково звоночек, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, спасибо вам за вопрос. Александр Александрович, что мы ответим нашей зрительнице Елене? Спасибо за вопрос. Если касаясь подготовки врачебного персонала, то занимается подготовкой на медико-профилактическом факультете Государственного медицинского университета, который находится в городе Минске. Если брать средний медперсонал, то здесь уже возможности более приближенные. В Гомеле есть медицинский колледж, где также имеется факультет медико-профилактический, где готовят специалистов санитарно-профилактической службы. Ну, раз мы уже заговорили об учебном процессе, то не могу не вернуться к школам, к нашим, где учатся те, кто через какое-то время будет, скажем так, составлять активную часть жителей нашего города и области. Не первый год ведется работа по модернизации и учебного процесса, и в частности, комплектации школьной мебелью, которая будет влиять положительно и на осанку, и на остальные аспекты развития ребенка. Как продвигается работа сегодня? Что сделано за этот год? Да, есть планы мероприятий, которые утверждаются в отделах образования райисполкомов, согласно которых при подготовке к новому учебному году было приобретено больше, чем полутора тысяч комплектов школьной мебели. Также приобретено было 150 конторок. Это ноу-хау, который уже у нас действует не один год, а более пяти лет. Для младших классов с первого по четвертый. Поэтому хочу сказать, что да, не везде, может быть, планы эти выполняются, но работа проводится довольно активно, чему подтверждение сюжет, который мы смотрели ранее. У нас буквально минута остается. Ваши пожелания всем жителям Гомеля и области, может, стоит ли нам напомнить о каких-то моментах, которых не надо забывать, и для того, чтобы наш город продолжал находиться в том статусе, который он завоевал, по республиканским результатам, и с расчетом на будущее созидание. Ну, несомненно, конечно, хотелось бы сказать, что здоровье – это самое ценное, что есть у человека. Личный потенциал, капитал, который надо приумножать и сохранять, чему будет способствовать только здоровый образ жизни, здоровое питание, занятие физической культурой и спортом. Ограничение или же избегание, даже, скажу так, избегание вредных привычек. Здоровья вам, уважаемое население нашей области. Спасибо. Спасибо вам за то, что пришли к нам на этот диалог. Вопросов еще осталось много, поэтому я уверен, что мы с вами в следующем году обязательно увидимся. Спасибо, что были этим вечером на диалоге вместе с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин